Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Обсудим с вами, что происходит у пиратиков. Ребят, ну а у пиратиков ничего нового не происходит. Тема ноги нескончаема. И я всё думаю, когда же всё это закончится? И когда Нинка уже перестанет стонать, да? Да, и походу это всё-таки затянется. Ну, как и ни крути, ей же надо ещё долго лежать, да? И не двигаться, ногу в покое держать. Да и денег как-то маловато закидывают походу на ногу. Да, на ногу. И слушайте, беда бедой, и в магазин даже некому сходить. И, ребят, ну это ужас какой-то. Это такой смех, да, что мужик, взрослый мужик, сидит дома, и мама не выпускает его даже в магазин. То бишь не доверяет сыночку. Слушайте, как такое может быть? Вот я задумываюсь, думаю, для чего он ей? Ну ладно, на работу она его не пускает. Видать, боится, что кто-нибудь угонит его, как тот мотоциклет, да? Но в магазин, слушайте, даже если он у неё в качестве ребёнка, да, то детей уже в первом классе пускают сходить за хлебушком в магазин. А Нинка ждёт, когда же у неё пройдёт её нога или две ноги, тогда она сходит в магазин. А пока приходится перебиваться тем, что нарыли в холодильнике. Но, но, ребят, нога, ой, две ноги болят, а ногти делать попёрлось, ребят. Слушайте, трешняк самый настоящий. Главное, Вовчика с собой не взяла, да, дала ему работёнку навести порядок в квартире, помыть в ванную, которую сама башмаками засрала, когда споласкивала. Слушайте, что за мода какая-то дурацкая, башмаки мыть в ванной. Ужас. И сама же не сполоснула после себя. Заставила Вовчика убираться. Знаете, вот такое чувство, что она не только нас лошит, да, но ещё и Вованчика. А тот уж прислуживает, да, видит. Нинке больно, несчастная, бедная. Приходится всё делать. И даже, слушайте, не ругается с ней, как обычно, да, там что-то бубнит. Нет, всё справно делает то, что она ему, значит, говорит. Но в магазин при этом не пускает. Поехала наша Нинка, да, значит, ногти делать поехала на такси. И ножка что-то как-то не болит, да. Ребят, но вот хоть она трясла этими справками, да, трясла этими снимками. Ну, это, походу, по моей просьбе показала она всё, рассказала. Но, опять же, я говорю, что, скорее всего, ребят, так и получилось. Ну, чутка она там пришибла, да, и не такая великая боль была. Но смотрите, смотрите, как на ноге, на ногах видео смотрится, да. Даже лифчики и труселя грязные не набирали такие просмотры, как сейчас набрали ноги. И она будет продолжать, ребят, мусолить эту тему с ногами, пока идут просмотры. Ей это выгодно, всё ради просмотров. И она будет трещать бесконечно, да, пока не увидит, что всё уже людям это неинтересно. Хоть ей и пишут, ребят, но она не смотрит на комменты, она смотрит на просмотры. Ради денег она будет про эти ноги ещё трещать просто-напросто бесконечно. Но я ещё раз повторюсь, что боли там, как таковой, нет. Была бы боль, лежала бы реально, стонала бы и встать не могла. А тут, который видос, она у нас как готовить чё-то, как пожрать, так на кухню бегом. На ногти вон тоже понеслась. Чтоб болела, не смогла бы, не смогла бы пару шагов сделать. Поэтому, ребят, ну, хайпанула, хайпанула там чё-то, да, тиранула той ногой, может быть, даже и не в маршрутке, да, может, по дороге где-то подвернула. Кто его знает. Но вот эта тема ещё с жалобами, жаловаться она пойдёт. Вот у неё выписки есть, там у неё снимки есть. Смотри, Нино, если с маршруткой чё-то не так, как бы тебе не пришлось платить ещё за ремонт маршрутки. Ну, и да, Вовку так всё равно в магазин не отправила, да. Ждёт, когда пройдут ноги, когда всё подъедят, тогда пойдёт Нинка в магазин. Ну, и слышали, когда Нина, значит, собиралась уже уезжать после того, как ей сделали ногти, и говорит, что жду такси, посмотрела, как мне идти, сколько идти, и уже хотела идти, но вспомнила, что у Нины ноги. Вспомнила, что у неё ноги болят, да. Представляете, а то аж забыла. Шагала-шагала, и аж забыла, что у неё ноги болят. Хотела пойти пешком, но вспомнила, что болят таки. Ой, ребят, цирк, да и только. Я ещё не уверена, что она ожидала такси. Может быть, и почесала пешком. Ну, мы же не видели, как она в такси ехала. Уже увидели её только дома, да, как она приехала. И устроила проверку, всё ли Вовчик там поотмывал, всё ли повымывал. Да, прям таки Вовчик молодец, растрогал Нинку. Такой молодец, такой хозяин. Так переживает за Нинку. Говорю, такое чувство, ребят, что она не только лошит, да, этой болью, да, невозможной зрителей своих, но и Вовчику тоже это перепадает. Посмотрите, какой послушный. Посмотрите, как всё исправно выполняет. Не психует, не кричит. Вот, вот, это Нинке на руку. Ну, только Нина, ну отпусти ты его в магазин. Ну, чё ж ты так переживаешь? Я думаю, что не пускает она его в магазин, потому что боится, как бы Маринка где-нибудь его среди дороги, да, не переманила к себе. У Маринки там же мотоциклет классный есть, а у Нинки такого нет. Говорит, ой, были бы у Вовчика права, машина приехал бы за мной, забрал бы меня. Нино, а чё-то уже с правами всё заглохло. Когда Вова будет получать права? Когда будете показывать? А то пока что-то сдал, да, и так громко гремели видосы и поздравления, а как получать, так чё-то мы не дождёмся, когда же он получит права. Ну, или тема с правами как-то плавненько перешла на тему ног, да, ноги сменили права. И прям-таки всё, внимание, теперь на Нинкины больные синие ноги, да, перебинтованные. Короче, Нину из крайности в крайность бросает, да. То лифчики, которые чё-то как-то никто не хочет смотреть эту примерку, ну а кому охота смотреть на такие страшные кадры, слушайте. Она думала, что она безобразием может привлечь внимание. Да ладно! Или грязными лифчиками и грязными парашютами, на которых можно летать. Думала, сможет словить крутой хайп. Не получилось. А вот на ногах, да, на ногах у Нинки всё получилось. И комменты вдруг хорошие, добрые появились, да. Ну, правда, юморных тоже очень много. И, как почитаешь, ребят, просто порой за живот держишься. Но, Нин, уже не так интересно. Не так. Основную массу юмористов ты-таки уже заблокировала. И уже не так весело у тебя на канале, как было раньше. Поэтому скоро вообще юморить никто не будет заходить, да. И тогда уж будет вообще всё сложно. В общем, ребятули мои, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Как вы думаете, до каких пор ещё будет эта эпопея с ногой продолжаться. Ну, а я хочу сразу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой. Любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.